Добрый день! Сегодня мы в гостях у чемпионки мира по боксу Елены Савельевой, ее мужа по совместительству времени тренера Николая Пагипольского. Продолжим мы беседу о самообороне. С моей, скажем так, далеко не профессиональной любительской точки зрения, что бокс это все-таки лучший способ поставить удар, научиться перемещаться. Есть у него для самообороны какие-то недостатки, потому что это единоборство. Ну подробнее сейчас Елена и Николай объясняют. Здравствуйте! Ну для начала хотелось бы сказать, что в любом как и виде спорта единоборство это все-таки нанесение ударов и нанесение ударов точно, а тем более если на улице что-то требуется, это должен быть максимальный урон сопернику, когда тебе или твоим близким грозит опасность, а может быть смертельная опасность. Поэтому сейчас мы буквально две-три минуты разберем дистанцию, с которой можно нанести максимальный урон и куда бить и как бить. Чем бить? Ну чем бить у нас инструмент один это руки, только единственное какими частями кулака надо бить. Вот для начала, допустим, вот мы летали два, как бы, крупно говоря, три человека. Вот мы если стоим друг напротив друга, да, но не всегда, можно отсюда, отсюда в прыжке, да, человек отойдет или сместиться в другую сторону. Поэтому выбираем, когда люди разговаривают и уже ясно тебе, что будет сейчас применять тебе грубая сила или насилие, может быть еще два-три человека рядом стоит, да, поэтому надо выбрать дистанцию и удариться со своей дистанции, чтобы нанести максимальный урон. Вот мы руку вытягиваем, допустим, левую, да, я вытягиваю, Виталий вытягивает, да, вот даже дистанцию. Правый тут, ну, вроде бы никак не достать, да, но с другой стороны, вот моя левая рука, если я правильно бью, я сношу почти всю голову. Для того, чтобы правильно ударить, нужно развернуть плечо и ногу на носке и нанести. Никуда валиться не надо при этом ни вправо, ни влево. Просто вот стоишь и бьешь в лицо. Сразу сокращение дистанции за счет разворота корпуса. Второй момент. Куда ударить? Куда ударить? У нас вот в боксе, как бы, ну, и в единоборствах, на лице три самых важных точки. Это подбородок, постараться попасть сюда кулаком. Раз. Второе, вот здесь есть чили, заканчивается. Это ударом боковым, кружка, так называемым. Кружку ты держишь в руках и бьешь сюда, да? И третий удар, это же... Подмой шкулку. Да, подмой шкулку правильно подсказывает. Удар, да? Там есть такая дуга от челюсти. И третий удар боковой, только локоть выпрямляется параллельно полу, прямой угол и бьется ударная часть вот этим пальцем в область виска. Ну, последний удар, это самое опасное в область виска. Это когда уже действительно наступает момент, когда ты понимаешь, что тебе или твоим близким смертельная опасность грозит. Поэтому, как бы, ну, даже в боксе, когда есть шлема, урон наносит, весок бьет. Ну, очень чувствительно. В рукопашном бое, в ММА, это очень. Теперь момент такой, чем мы бьем и как мы бьем. Вот вроде женские ручки, да? Маленькие. Все, ну, тут вот кулак, когда нажимаешь, нажимаешь. Выжать правильный кулак, чтобы палец большой находился в таком положении. И вот здесь не было вида ни отсюда, ни отсюда. И напрячь запястье. Запястье. Даже был такой момент, я молодым тренером работал, всегда казалось, и нас учили, кулачки чуть не дожатые, и бьешь, когда в конце сжимаешь кулак, да? Ну, буквально, ну, еще, наверное, после Дзю не закончил свою карьеру. Я был у него на семинаре, на мастер-классе. Вот он действительно объяснил, как это делать. Кулаки постоянно должны быть сжатые. Если ты готов ударить и готовишь ударить, кулаки должны быть сжатые. Так же и в бою. Никаких разжатых кулаков. Потому что, говорит, вот она голова, вот она мишень, да? Хочешь сюда ударить, а мишень, он же тоже не стоящий мишень, начинает убирать или уклон делать, нырки, и голова начинает двигаться. А ты раскрытый ладонью, кистью бьешь. И вдруг она еще у тебя не сжалась, и ты натыкаешься на удар. Голова ушла, а ты еще не успел сжать кулак. И сразу травма. Или в лицевой части, или в кисти будет. Поэтому кулак должен быть всегда сжатый. Бьем бойками, так называемые. Вот у нас основной ударный инструмент. Бьем этими частями кулака. Вот боем. Боковые удары. Бывает с прямым углом. Бьешь, вот наносишь удары с ними стоять. Параллельно полу. Да, вот мы бьем кулак. Или гулак, как кружка мы называем. Стакан. Стакан, кружка, как бы зажимаем в руке. Вот как бы основные части. Да, и хочу добавить, что когда большая разница в весе, то тут нужно максимально раскрутить свое тело, перенести вес тела с сильнейшей руки. Если человек левша, то, соответственно, сильнейшая рука у него, как правило, это левая. Если правша, то правая. Поэтому нужно перенести вес тела на противоположную ногу. Вот, чтобы удар был более эффективный, более мощный. Потому что для самообороны тут один-два удара. Больше тут не думаем. Да, или не успеешь, или хватит этих ударов. Вот, точно, быстро. И главное, перенести вес тела и смотреть, куда ты. Все. Потому что удар может быть просто рукой. Это удар рукой, да? Когда ты вкладываешь вес, когда ты переносишь вес, с любым ударом, что снизу, что сбоку, что прямой, ты вкладываешь вес тела, и, естественно, уже доносится стопроцентная сила удара. Как говорится, коэффициент полезного действия 100%. Ну, вот, как бы, что мы хотели рассказать о азах удара в боксе, и чем бить, куда бить. Ну, конечно, это требует тренировок все равно, и тренировок. Вот, это я не могу сказать. Поэтому, ребята, если хотите заняться боксом, чтобы увереннее чувствовать себя в жизни, приходим по адресу. У нас микрорайон Мамонтовка, Кузнецкий мост 2А. На первом этаже у нас находится магазин Пятерочка, на втором вот этот великолепный зал, где все для единоборства есть. Ждем гостей.